Всем пламенный привет! Это программа о студентах и для студентов. Альма-матеры! С вами мы, Миша Кравицкий и Аня Аксёнова. И вот о чём мы расскажем вам в этом выпуске. Студенческая весна яркая и творческая. На ежегодном фестивале Белорусско-Российского университета побывала съёмочная группа Альма-Матер. Лидерами они рождаются. Студенты в роли телеведущих в репортаже с молодёжного форума лидеров. Учить историю интересно и увлекательно. Уверены ученики Могилёвской школы номер 34. И готовы это доказать. Подробности в нашей программе. Две недели мы не виделись. А столько всего произошло. Вот, например, 2 мая началась регистрация на централизованное тестирование. Уже открыты 7 пунктов. В Могилёве, Горках, Климовичах и Бавруйске. Оформить заявку можно до 1 июня. А ещё лучшего будущего учителя выбрали в Могилёвском университете Кулешова. Им стала, сейчас должна быть барабанная дробь, студентка факультета иностранных языков Анастасия Новикова. Настёна молодец. А тем временем в Белорусско-Российском университете состоялся фестиваль творчества «Студенческая весна». Финал праздника в репортаже нашего корреспондента. Весты Смирновой. Нет, это не популярный ролик из интернета, где танцуют профессионалы. Это студенты Белорусско-Российского университета. Но танцуют не хуже. А главное, что танец и даже костюмы придумали сами. Так, кто делал такие интересные костюмчики, вот эту вот всю интересную штуку? Ладно, не буду хвастаться, но я. Ага, нужны какие-то специальные навыки для этого или нет? Конечно, навыки паять, программировать и небольшой опыт, да. Чтобы стать победителем конкурса «Студенческая весна», в ход шли не только умение программировать, а ещё и музыкально импровизировать. На сцене исполняли известные хиты на саксофоне. Исполняют сложнейшие музыкальные композиции, танцуют джаз-фанк и шутят. На этой сцене сегодня творческий хаос. Студенты признаются, что пришли не побеждать. Они говорят, что отрываются по полной. А эти ребята учатся на строительном факультете. К «Студ-Весне» готовились серьёзно. Постоянные тренировки и разработки новых идей. Если уж не победа, то упорство помогает им создавать номера. Я пришёл сюда, я умел только немного в современном, а получается уже и вальс, и народник. Скажи, что ещё пару можно прогулять. Пару можно прогулять? Конечно. Прогуливаешь? Да. Постоянно? Нет. Нет? Ну, когда «Студ-Весна» репетируем, поэтому приходится. Хорошо. Привет, Сергей. Как дела? Хеллоу. Отлично. Что сегодня танцевали? Сегодня танцевали 4 минуты. Сами делали, сами станцевали, получили море эмоций. Вот. Порадовали зрителя. Говорят, если останутся без награды, не расстроятся. Но ведь это стимул для новых тренировок. И тут объявляют победителя. Растерянность сменяется полным восторгом. Наши творческие ребята успевают везде. Успевают и в учёбе, и в творчестве себя проявить. Они сплачиваются, они становятся более дружными. И благодаря развитию, благодаря тому, что наша студенческая весна уже очень много лет существует, это ежегодный конкурс художественной самодеятельности, творчество, качество наших творческих коллективов, оно растёт. И благодаря чему мы достойно представляем университет на республике. На этом репетиции студентов не закончатся. Скоро 4 номера из Белорусско-Российского университета отправятся на республиканский конкурс. А вообще весна у меня всегда ассоциируется с добром. К Пасхе ребята проводят акцию для детей и пожилых. Пасхальный подарок. Ко Дню Победы уже по традиции навещают ветеранов. А в этом мае будет ещё больше добрых дел. С 13 по 15 мая в Могилёве впервые пройдёт 6-й республиканский студенческий форум при поддержке итальянского благотворительного фонда. Во МГУ Кулешова соберутся 140 студентов из 10 вузов страны. Состоится концерт итальянской группы, ярмарка и большой праздник для детей. Собранные деньги перехислят на счёт Могилёвского дома ребёнка. Чтобы вдохновлять на добрые дела, как ни крути, нужен характер лидера. Первый молодёжный форум лидеров БРСМ состоялся в Могилёве. Студенты даже попробовали себя в роли журналистов. Получилось весело. Подробности в нашем сюжете. Научиться выступать перед аудиторией и работать со средствами массовой информации. На первом в Могилёве студенческом форуме для лидеров БРСМ встретились более 40 ребят из 7 вузов региона. Для них такая встреча – это хорошая возможность получить опыт в координации студентов и закалить лидерский характер. Выступление лидера начинается не с момента, когда он встал и начал говорить, а с момента, когда его вызвали на сцену. Осанка, его походка показывают в нём лидера уже тогда. Отдельная тема форума – умение работать со средствами массовой информации. На мастер-классе с представителями телерадиокомпании «Могилёв» студенты учились давать интервью и даже попробовали себя в роли репортеров. Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я нахожусь в Лондоне на стадионе Стамфорд-Бридж. Нас ожидает финал Кубка Англии. Сегодня я буду вести новую передачу, которая называется «Готовим с МГУП». Мы выбираем любого студента в специальности общественное питание, которые помогут нам приготовить их любимое блюдо. Привет, меня зовут Юра. И сейчас мы можем наблюдать за акцией, которая проходит буквально за моей спиной, где девчонки и также мальчишки делают селфи на фоне логотипа телеканала «Беларусь-4 Могилёв». Увидеть телекухню воочию смогли участники Могилёвского областного форума молодых журналистов. Корреспонденты и ведущие телерадиокомпании «Могилёв» пригласили студентов и молодых мастеров пера в гости. Мне нравится быть в гуще событий и сам журналистский процесс. То есть как создание текста, так и создание видеосюжетов, как мы сегодня как раз таки и видели на телерадиокомпании. Вот весь этот процесс меня и привлекает. Увидев вашу студию, интересно, как работают остальные. Хотелось бы, может быть, чтобы наладилось какое-то двухстороннее общение, может быть, по обмену опыта к вам приезжать, хотя бы на недельку поработать с вами, посмотреть, как вы работаете. Конечно, хочется опыт какой-то получать. Знакомство с процессом создания телепрограмм пока в теории. Для многих ребят стало настоящим открытием, что романтизированное ремесло на самом деле трудоемкое производство, требующее оперативности и большой самоотдачи. Бабушка Ева и не рассчитывала, что этой весной получится с огородом справиться. Ей даже ходить тяжело, не то что грядки перекапывать. На помощь к одинокой пенсионерке пришли современные тимуровцы из Могилевского волонтерского движения «Доброе сердце». Волонтеры взялись навести порядок. Сложить дрова, вскопать огород, убрать мусор или за продуктами избегать. Для крепких парней это дело на пару часов. Весна – это в основном помощь бабушкам в частном секторе. Подготовить огород уже к посадке. Убрать листья с осени, которые они не убрали. Привести в порядок дворовую территорию, где-то что-то даже помочь посадить. Основное – это перекопать, конечно, потому что бабушкам тяжело. Многие ждут волонтеров и просто, чтобы поговорить. Порой умение внимательно выслушать – это лучшая поддержка. Если мы сегодня забудем о наших стариках, об одиноких стариках, которым некому иногда даже помочь зачастую, то кто вспомнит о нас спустя годы, спустя десятилетия, когда старость придет к нам самим. В Могилевской области работает почти 300 таких волонтерских отрядов, где заняты более 3,5 тысяч человек. Помогают круглый год. В прошлом году под опекой активистов движения «Доброе сердце» было примерно 2 тысячи ветеранов, да и просто одиноких пожилых людей, таких как бабушка Ева. Непростая профессия – учитель. Искренне заинтересовать предметом, плюс использовать современные технологии в обучении – это все надо, конечно, уметь. В Могилевской школе номер 34 создали живой кабинет истории. Ученики и сами собирают исторические факты и создают компьютерные тесты. Эти ребята, возможно, и не свяжут свою жизнь с историей, но, во всяком случае, они с удовольствием заглядывают вглубь веков. Причем порой в свободное от учебы время. Мы сотрудничаем с университетом имени Аркадия Кулешова, с кафедрой археологии и профессором Игорем Александровичем Мурзулюком. Наши дети, победители Олимпиад по истории, научно-исследовательских конкурсов ездят на настоящие археологические раскопки и видят жизнь историка и археолога вживую. Из таких мини-экспедиций ребята возвращаются с интересной информацией, которая тут же отражается в исследовательских работах и занимает свое место в Музее кабинета истории и его виртуальной версии. В 34-й Могилевской школе решили, все, кому интересны их наработки, и могут познакомиться с ними на сайте учебного заведения. Сами школьники очень любят работать с компьютерными учебными программами. Понятно, что их подготовка требует от учителя большой работы во внеурочное время, но, говорят, результат того стоит. История Могилева – это энциклопедия, на которую ушло 4 года жизни. Но сегодня педагоги имеют возможность воспользоваться собранными архивными материалами. Более 2000 фотографий, видеофрагменты, более 900 биографических данных исторических личностей, чья судьба связана с историей Могилева. Около 400 памятников архитектуры. Не только те, которые сохранились и дошли до наших времен, и те, которые были утрачены. Или, например, диск «Оборона Могилева» «23 героических дня». Этот диск у наших историков одалживают даже классные руководители, потому что провести урок мужества, классный час на данном диске – это просто сказка. С помощью таких интерактивных пособий по истории интересно вникать даже в самые сложные темы. Ученики 34-й школы настолько заинтересовались работой в виртуальной плоскости, что порой сами разрабатывают компьютерные тесты по теме урока. Мы читаем книгу, и нас Галина Николаевна просит по данному параграфу, например, составить тест для учеников нашего класса, например. И не обязательно должны быть какие-нибудь очень сложные вопросы, но вот по пройденному материалу мы составляем их. Не только проверяем свои знания, мы проверяем знания еще и одноклассников. Такой тест по истории ученики могут пройти даже сидя дома за компьютером. Получив его результаты, учитель понимает, насколько результативно класс усвоил конкретную тему. На заметку готовые тесты и разработки 34-й могилевской школы. В учебном процессе может использовать любой, кто зайдет на сайт этого заведения. А на этом у нас все. С вами была самая студенческая программа «Альма-Матер». Мы ждем вас каждые две недели на «Беларусь. Четыре могилев». И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пока-пока! Давай выпьем еще раз эту несуществующую воду, это не отсталет. Нитраты виноваты? Ты готовился? Ты готовился стоподово. В смысле? А к этому да. Прямо такое-то. Прямо такое-то.